Все вот это вот, видите как, все три стороны поломались, вот это совсем памятник шатается. Это кадры четырехмесячной давности. В июле Лидия Князева со слезами на глазах рассказала нам, как рухнувшее дерево повредило могилу, где покоится ее родственник. Женщина забила тревогу, просила руководство кладовища спилить опасные насаждения. Но вот уже поздняя осень, а угроза никуда не делась. Мы хотели все это поправить, но боимся, как всегда, рядом еще много таких деревьев и с ними тоже самое будут. И мы обращались, конечно, вроде бы нам администрация пообещала спилить их в августе, но до сих пор никакие действия они не предприняли. Ждут не дождутся, когда спилят ветхие деревья и другие барнаульцы, чьи умершие родственники не могут обрести покой из-за несвоевременного спила сухостоев. Люди уже неоднократно штурмовали администрацию кладбища. Как мы можем опять ремонтировать, чтобы оно опять упало? Они сказали, что мета составляется весной и что весной они подадут. Я говорю, то есть вы мне хотите сказать, что до весны ничего делать не будут. Нет, мы вам такое не говорим. Я говорю, а когда это будет? Ничего мы не знаем. По правилам за содержание мест захоронения, в том числе санитарную обрезку деревьев, ответственность лежит на специализированной похоронной службе, в структуру которой входят администрации всех городских кладбищ. Последняя подчиняется комитету по управлению муниципальной собственностью Барнаула. Между ними заключен муниципальный контракт. В этом году, пояснили представители мэрии, на Черницком спилили пять деревьев. Санитарную обрезку аварийных деревьев проводят по официальному заявлению от родственников усопших. Для проведения мероприятий по сносу дерева на территории кладбища необходимо обратиться с заявлением в администрацию кладбища. После получения от комитета разрешения с заключением о необходимости сноса дерева предприятиям будут проведены соответствующие работы в рамках текущего финансирования контракта на данный вид работ. Только вот отчего жителям, которые вынуждены за свой счет неоднократно восстанавливать памятники и оградки, сотрудники кладбища не пояснили, что дело в пустой формальности. Нужно всего лишь написать заявление, которое они обязаны передать в городской комитет и решить вопрос. Но администрация по ГОСТу на Черницком жалуются люди. До сих пор лишь закрывала перед ними дверь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.